Нет плохой погоды у природы, уверен спортивный турист Александр Иванов. Школьник за пять лет проехал по тропам Самарской области тысячи километров. В пургу ливень и под знойным солнцем помогала преодолевать дистанции хорошая спецподготовка. Чтобы быть всегда в отличной физической форме, нужно не только регулярно тренироваться, но и принимать участие в соревнованиях, например, на городских турнирах. У нас же по стартовому протоколу все. Когда идет время старта, мы отмечаемся на это и бежим. Заранее мы изучаем схему дистанции и порядок дистанции. Мы бежим и проходим какие-то этапы. Иногда мы бежим по маркировке, а иногда нам приходится ориентироваться и искать самим по компасу и по карте. Иногда я занимаю какие-то призовые места, и у меня как-то получается. И вот на недавних соревнованиях в этом году я как раз-таки выполнил второй юношеский разряд. Соревнования по спортивному туризму «Золотая осень» в Коптевом овраге в поселке Управленческий – это первый старт в новом учебном году. По традиции они собирают молодежь со всей Самарской области и из соседних регионов. На протяжении двух дней несколько сотен туристов борются за призовые места. Конкуренция серьезная, рассказали организаторы. В российских соревнованиях у нас очень высокие места. Бывают первые, третьи места и так далее. Программа, конечно, серьезная, кандидат в мастера спорта, наши мальчишки. Наши ребята могут уйти в промоальпинизм, например, могут в МЧС уйти, работать. В зависимости от уровня подготовки и возраста туристы на соревнованиях выходят на разные четыре дистанции. Новички в полном снаряжении пробегают несколько сот метров. Более опытные спортсмены бегут по пересеченной местности, через овраги, горы и поваленные деревья. Наводят переправу и сплавляются по ней. Каждый из них способен пробежать эту дистанцию, но все-таки победит сильнейший, потому что дистанция физически сложная, там и подъемы, и спуски есть. Существует контрольное время на каждом этапе и общее контрольное время. Ты не то, что должен пройти этап за пять минут, ты должен еще уложиться в контрольное время. Спортивный турист в душе просто турист. И способ путешествия для него значения не имеет. Пешком или на любом виде транспорта. Без чего точно не обходится любой слет или турнир. Так это без умения участников поставить палатку, разжечь костер и спеть песни под гитару. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.